Так, друзья, всем привет! Поехали! 61 вопрос от подписчиков. Погнали! Так, что у нас здесь? У нас здесь сегодня прислали мне часы. Корпус золотой, мы видим, 583 проба, задает подписчик вопрос. Очень часто задают такие вопросы. Подскажите, пожалуйста, сколько, как оценить предмет? Ребята, очень даю вам качественный ответ. Очень многие предметы оценить невозможно. Их может оценить только реальная цена на аукционе. Потому что цены постоянно меняются. Плюс мать удача, которая постоянно с вами, либо она отсутствует. И когда мне задают вопрос, как я их должен оценить? По граммам, по золоту, которое сегодня там в ломбарде. Либо от последней цены проходов на аукционы. Нет, это сделать невозможно. Как вам повезет? Либо человек купит прямо сейчас, либо вы на аукционе потратите кучу денег. И в итоге либо хорошо продадите, либо не продадите. Поэтому ответить на него нереально. Вот я вам сейчас скажу, здесь там ориентировочно 20 грамм или 10 грамм золота. Вот, продавайте его там за 25 тысяч. А человек продаст за 10, скажет, вы дебил, вы меня неправильно оценили. Здесь учитывается состояние, идущий, не идущий, вес золота. Ну, куча, куча, куча нюансов. Как вы попадете на человека, на время аукциона. Ну, очень много факторов. И когда мне задают такие вопросы, я не могу на них ответить. Вот реально не могу. Так, вот такую двушечку, это мне, комрад, прислал мой друг. Обычная двушка. Ну, в совокупности интересная. По одному покупать, здесь то же самое. Под затертая, под побывавшая уже нормальная монета. Ну, как вот скупщику, мне она неинтересна. Вот тоже парень прислал. Я не понял, что он хотел. Знаете, очень часто людей присылают фотографии, ни здрасте, ни до свидания, шлют какие-то фото. Друзья, я таких людей обычно посылаю на три буквы. Нужно перед тем, как вы обращаетесь к человеку, поздороваться. У нас так, сбросил фотографию и все. О чем? О чем речь? Ну, сбросили вы мне какую-то копейку, которая стоит номинал. Дальше. Вот от данного гражданина тоже самое. Вот такая фотография. Здесь мы что видим? Очень много ребят, которые хотят нажиться, присылают мне фотографии с целью того, чтобы я оценил, а не купили и заработали. Я не против. Но, мои дорогие, за это надо платить. Вы не разбираетесь. А если человек не разбирается, соответственно, ну, здесь мы видим на 100% литье. Что тут еще можно увидеть? Что человек мне хочет этим доказать, я не понимаю. Дальше. Интересны ли мне такие часы? Часы сами по себе интересны. Ну, что здесь мы видим сразу? Ребята, вы должны сразу учитывать, опираясь на свой опыт, я вам так хочу сказать. Здесь затертый циферблат раз. Может, они идущие, не идущие. Ну, допустим, они не идущие. Видно, что там что-то с механизмом уже покороченный. Типа, я бы не покупал. Это транспортировка дорогая. Люди сразу видят, что это иностранные часы. Значит, они должны стоить там каких-то сумасшедших денег. Циферблат убитый. Часы убитые. Вес часов 7-10 килограмм. Зачем они нужны? Они не нужны. Поехали дальше. 20 копеек 69 года. По данной монете я ничего не могу сказать. Цифры мне нравятся. Цвет металла мне нравится. Цена 900 гривен. Я не видел обратную сторону монеты. Очень важно на монете определить три стороны. Это гурт, аверс, реверс. Пока мы увидели... Ну, тут тяжело сказать. Пока все мне нравится. Но насколько она... Здесь должна быть макросъемка хорошая. Для того, чтобы увидеть, перерезаны, выпаяны цифры или нет. И дальше и тому подобное. Дальше подписчик прислал мне интересную такую музыкальную сигаретницу в шкатулку. Да, предмет интересный. Вопрос цены. Ну, как-то так. По цене. Берем, не берем. Берем такой предмет. Значит, здесь, по этой монете, если цена адекватная, и мы поняли, что это оригинал, мы ее покупаем. Часы мы не берем. Дальше прислали вот такую бону. Ну, обычная бона, ребята. Ну, что тут в ней может быть такого? Люди насмотрелись роликов трехгодичной давности. Присылают боны. Дальше прислал мне подписчик. Выслал он в одну из групп вот такие, я не знаю, что это, предмет. То ли одежда какая-то немецкая. Его почему-то заблокировали. Непонятно. Вот группа RetroBazaar. Нормальная нашивка здесь. 1994 года. Зимняя. Какая-то зимняя одежда. Charber. Оценить я ее не оценивал. Вот то, что есть, то есть. Дальше. Такой вот значок интересный. Чернобыль. Такого у меня не было. Ориентировочная цена. Где-то 300, 400, 300. Как удастся продать? Интересная эмаль хорошая. Есть какие-то микросколы. Понятное дело. Крупный хороший значок. Так. Что у нас тут? Открытки. Значит, ребята, на барахолках, в домах каких-то продаются. Очень часто открытки. Открытки. Сейчас мы к этому еще вернемся. Лоту. Перепечатаны. Перепечатаны на современную пленку. Сейчас я покажу. Там были Гагарин еще. Значит, по этим монетам мне прислали. Парень прислал монеты. Я не знаю, на что он надеется. Ребята, вы эксперту присылаете фуфло. Ну, это паленые монеты. Я не знаю, зачем вы их вообще собираете, присылаете. Опять 25. Дальше. Прислали, помню, полтинник. Обозвали его трапецией. АГС. АГС там нету. Дальше. Вот такая монетка. Ну, соответственно, она нам неинтересна. Ой. 20 копеек 78. А, 27 копеек. Господи. Ага. И вот эта монетка. Здесь трапеции мы не видим. Парень прислал на оценку. Я никого тут не обвиняю. Просто люди присылают. Я вам показываю, что присылают. Трапеции здесь нету. Значит, ряд еще монет прислали. Вот такие монетки. Ребята, ну, это все игрушки. Покупать такие монеты. Вот эти билоны. Они там по 10 рублей стоят. Вот это уже монетой нельзя назвать. Это просто круглячок для игрушек. Здесь все то же самое. Никаких не вижу я интересных для себя там монет или предметов. Все это иностранщина. Здесь был лот. Расшифровываю. Здесь было несколько килограмм. Десюльки, пятнашки. Интересно. Не думаю. По лому. Только лом. Дальше. Подписчик прислал мне целую галерею иностранных картин. Вы знаете. В антиквариате есть табу. Вот картины. Они интересны. Но по какой цене? Это все Европа. Вот почем их покупать? Ну, гривен по 500. Да. По 800. По 900 продать. Дороже. Они не нужны вообще. Картины настолько тяжело продаются. Ну, там их огромное количество мне прислали. Где-то порядка 40. По-моему. Я так повыбирал. Там накидал. А вот это та. Тот полтинничек. Или это другое же мне прислали. А. Задали вопрос. Сколько она может стоить? Ну, вот я продал. Сколько? Монетка. По 4 гривны я продал. Дальше. Серия вот таких двух соток. Обычные боны. Ничего не стоящие. Так. Что у нас здесь? То же самое. Банкнота из заднего места. Ничего не стоящая. Так. 100 гривнев. Это предыдущая фотка была. Это я вам уже показывал. Огромное количество. Пятаков. То ли 20 килограмм. Такой интересный кинжал. Какая культура? Я вам не подскажу. Культура огромное количество. Интересный. Очень интересный кинжал. Затрудняюсь в ценовую политику сказать. Опять же. Аукцион. Как повезет. Ребята, у нас есть обучение антиквариату. Походы на барахолку. Обращайтесь. Не тратьте деньги впустую. Это все чревато вашим бюджетом. Мы смотрим ролики с вами. Огромное количество ребят. Которые покупают полную херню. Тратят огромные бабки. В минуса уходят. Вот эти бы деньги вы потратили на уроки. Значит. Здесь у нас спорный вопрос был. Ну как спорный. Мой ответ очевиден. Люди обозвали эту монету 2 копейки 65 на медной заготовке. Я здесь не вижу никакой меди. Это обычная окись. Монеты такой на медной заготовке не было. Это мое мнение. То есть эту монету я считаю как монету, которая не является медной. А там смотрите сами. Я не хочу ни с кем спорить. Я отвечаю на вопросы, которые лично мне приходят в копилку. Instagram, YouTube, Viber. Здесь таких у парня было. Ой. Или 100 облигаций. Ну что-то такое. Так. Силуминовый бюст у меня такой был. Гагарин. Цена. В закупке, ребята. Ну 200 и 450 продажа. Дальше. Икона. Это деревенская икона. Стандартная. Ничего здесь такого нет. Берем. Но цена 150-200 рублей в закупке. Здесь тоже самое. Интересные иконы. Но они недорогие. Так. Это я вспоминаю. Курительный какой-то набор мне присылали. Неинтересен. Дальше. По часам. Так. Что тут. Что тут. Что тут. Ну. Какие-то деньги. Интересно. Тут. Хронограф. Вот какой-то я вижу. Большой. Ну. Так. Вот. Чтобы прямо. Чтобы прямо. Какой-то интерес. Это подписчица. прислала Наташа. Задавала вопрос. Это литография. Да. Это литография. Интереса она не представляет. Поднос. Я не помню. Виде. Показал или нет. Обычный. Подносик. В районе. В районе. В районе. 100-150. Продавать. 350. Вот такой копанный. Классный знак. Отличнику. Так. Что у нас тут. Отличник. Стрельба. Хороший знак. Но он недорогой. Ребята. К сожалению. 300-400 гривен. Это в инстаграме. По-моему парень. Зоновские ножики. Интересные. Но я бы не покупал. Очень тяжелые в продаже. Обычный кухонный нож. Вот это я затрудняюсь ответить. Ценовая политика. С экономической преступностью. Это уже современные такие знаки. Святой Иоанн. Это 2000 какой-то там. Может 5-й, 7-й, 9-й года. Не знаю. Ребята. Вот такой еще ножичек. В инстаграме мне прислали. Это типа охотничий. Здесь ничего сверхъестественного. Плохая сталь. Видно сразу. Плохая рукоять. Гарды нет. Ничего нет. Нож должен быть с гардой. Должна быть. Тут уже сталь. Такая. Ее надо шлифовать. Ну не знаю. Ну я не вижу в этом. Заклепки плохие. Ну. Не знаю. Не интересен. Вот такой лот. Прислали тоже. Ни здрасте. Ни до свидания. Вилки. Ложки. Ну обычный набор. Ну что тут. Зиж. Зид. Сколько он? Сколько? Ну рублей. 500. 900 продавать. Я оцениваю по минимуму. Можно оценить за 1000. За 2 продавать. Ну попробуйте продать его. Все мои дорогие. Ставьте лайкосы. Задавайте вопросы. Пошла массовка. Лабора. Для них взята. Лабора. Процедавайте се. Продолжение следует...